всем привет меня зовут никита я тренер по продукту компании патриот и сегодня мы поговорим про бензиновые газонокосилки от нашей компании у компании патриот довольно таки большой модельный ряд бензиновых газонокосилок от маломощных и недорогих газонокосилок до таких газонокосилок которые представлены как здесь это одна из наших топовых газонокосилок 53 bse с двигателем brixen strata но об этом чуть позже сейчас мы поговорим с вами про основные особенности именно бензиновых газонокосилок они мощные достаточно автономные не требует никаких проводов удлинителей и могут работать продолжительное количество времени бензиновые газонокосилки как правило мощнее и поэтому ширина прокоса у таких моделей больше мы сможем сделать нашу работу гораздо быстрее и эффективнее бензиновые газонокосилки требует обслуживание замены масла свечей и воздушных фильтров они как правило тяжелее электрических или аккумуляторных газонокосилок но они мобильные не требует никаких проводов зарядных устройств и так далее здесь нас представлена одна из наших топовых газонокосилок лс-53 bse соответственно здесь есть практически все возможные функции для газонокосилок и на примере этой газонокосилки мы рассмотрим все основные моменты газонокосилки как правило имеют три режима кошения травосборник с боковым выбросом или режим мульчирования мульчирование это измельчение травы в мелкую субстанцию а также покрытие этой травой сухого газона для того чтобы трава росла как можно быстрее и эффективнее для того чтобы активировать режим мульчирования косилки нам нужно поднять дверцу ставить заглушку специально и закрыть крышку все режим мульчирования активируем второй режим это выброс в бок для того чтобы активировать боковой выброс мы открываем заглушку и вставляем специальную направляющую боковой выброс активирован можно будет косить третий режим это кошение в травосборник данная газонокосилка так как является одной из топовых наших газонокосилок здесь есть три режима кошения выброс травы в травосборник это один из самых распространенных режимов кошения после того как травосборник у нас заполнился любой пользователь сам решает что делать с этой травой дальнейшей травосборники бывают двух типов пластиковые и сетчатые сетчатые травосборники можно сложить и они не будут занимать много места также у них лучше продуваемость чем у пластиковых соответственно лучше наполняемость и меньше будет вылетать трава из вентиляционных отверстий но больший риск порвать материал пластиковые травосборники в свою очередь прочные можно не бояться их порвать но такие травосборники довольно таки громоздкие тяжелее чем сетчатые наполняемость у пластиковых травосборников не стопроцентная а через вентиляционные отверстия может вылетать трава нельзя однозначно сказать что пластиковый травосборник лучше чем сетчатый или наоборот каждый выбирает для себя тот который ему больше нравится у данной газонокосилки устанавливается травосборник комбинированного типа, то есть он сочетает в себе основные преимущества как полностью сетчатого травосборника, так и пластикового. Здесь верхняя часть выполнена из пластика, нижняя часть она из сетчатого материала. Соответственно, он будет хорошо наполняться за счет высокой продуваемости. Его можно мыть мойкой высокого давления, так как он повышенной прочности. Также этот травосборник можно сложить, и он не будет занимать много места у вас в сарае или в гараже. На газонокосилках, как правило, устанавливаются четырехтактные двигателя, поэтому масло заливается отдельно от бензина. Компания Патриот рекомендует для использования четырехтактное масло Патриот G-Motion. Мы рекомендуем менять масло каждые 40 моточасов для того, чтобы двигатель прослужил как можно дольше. Для четырехтактных двигателей необходимо заливать бензин марки АИ-92. Данная газонокосилка имеет центральную регулировку высоты скашивания от 75 мм до 25 мм. Таким образом, нам не придется по отдельности регулировать каждое колесо, что очень удобно и позволит вам сэкономить время. На данной газонокосилке устанавливаются колеса большого размера, соответственно, ей легче будет преодолевать большие кочки и ямы, если у вас есть такие на участке. Колеса имеют довольно-таки широкий протектор, это означает, что трава не будет заминаться. Колеса устанавливаются на подшипниках, так как вес у газонокосилки довольно-таки большой, соответственно, ресурс таких колес будет гораздо выше, нежели чем колеса на втулках. Бензиновые газонокосилки после каждой эксплуатации необходимо очистить от налипшей на нее травы. Для этого присутствует на ней специальный штуцер, куда мы можем подключить шланг высокого давления. Свойственно для дорогих моделей газонокосилок. На бюджетных газонокосилках такой возможности нет. Ее придется переворачивать и уже очищать ее таким образом от налипшей травы. Если мы не будем очищать газонокосилку от налипшей травы, то со временем металлическая дека начнет ржаветь, потому что трава это довольно-таки агрессивная среда, повышенная кислотность. Дека может начать ржаветь и прогнить насквозь. Во время эксплуатации газонокосилки тупятся ножи. Мы настоятельно не рекомендуем точить ножи самостоятельно, так как есть риск разбалансировки и как следствие выхода подшипников из строя. Мы рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр для заточки ножей или для замены на новый. Газонокосилки, как правило, запускаются с ручного стартера. Данная газонокосилка, так как является одной из наших топовых моделей, запускается с кнопки с электрического стартера. Здесь устанавливается съемный аккумулятор литий-ионный. Для того, чтобы он прослужил как можно дольше, на зиму его необходимо убирать в теплое отапливаемое помещение. Здесь устанавливается двигатель от американского производителя Briggs & Stratton. Объем двигателя 150 кубиков. Этот двигатель имеет повышенный моторесурс, а также высокую надежность. Поэтому газонокосилку с подобным двигателем выбирают для себя требовательные пользователи или коммунальные службы с большими объемами задач. На данной модели устанавливается бумажный фильтр типа HEPA. Это профессиональный дорогой фильтр, который отличает как раз-таки более дорогие модели. Благодаря такому фильтру будет попадать в двигатель меньше пыли и, соответственно, увеличивается моторесурс двигателя. На более бюджетных моделях газонокосилках устанавливаются поролонные фильтры. Опять же, что отличает более дорогие газонокосилки от бюджетных, это наличие быстросъемных соединений. Как в данном случае, быстросъемные барашки позволяют вам мгновенно, без инструментов, отрегулировать положение рукояток. Также на этой газонокосилке есть дополнительные отверстия для того, чтобы отрегулировать высоту руля под разный рост оператора. При выборе газонокосилки обращайте внимание на дополнительные преимущества. Так, например, на удобство формы заливной горловины, когда мы можем удобно для себя заливать масло. Или на наличие подстаканников на рукоятках самой газонокосилки. Также наличие привода или отсутствие привода. Некоторые модели бензиновых газонокосилок не являются самоходными, их придется толкать вручную. На наличие электростартера, потому что запускать с механическим электростартером будет попросту сложнее. Здесь мы только нажимаем на кнопку и двигатель уже завелся.